Я рада приветствовать все, кто находится на этом месте. Братья и сестры, сегодня мы празднуем великое событие. Это въезд нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Это событие, оно свершилось две тысячи лет назад. Но чем мы можем сегодня напитаться от этого слова? Что мы можем познать для себя? Как может преобразиться наша жизнь? Да, Библия говорит о том, что было две тысячи лет назад. Но это актуально для нас и сегодня. Давайте мы сейчас обратимся к Божьему Слову и прочтем, что Библия говорит об этом событии. Матфея 21 глава, будем читать с 1 по 14 стих. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли к Вифагии, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется речено через пророка, который говорит, «Скажите дочери Сионовой, царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под деревной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу, молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. Народ же предшествовавший и сопровождавший восклицал, «Осана, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, осана вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И когда Иисус вошел в храм и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающих голубей, и говорил им, «Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Дорогие братья и сестры, я сегодня назвала свою проповедь «Кто царь моего сердца?» «Кто царь моего сердца?» Это очень важно, потому что кто является царем моего сердца, тот управляет моей жизнью. И от этого будет зависеть вся моя жизнь. Я хочу немножко сказать об этом событии, как предисловие. Все, что здесь говорится, мы видим, насколько люди, они ликовали, они смотрели на Иисуса Христа. Это событие произошло сразу после воскресения Лазаря. Поэтому люди с таким ожиданием, с такой надеждой, с таким восхищением смотрели на Иисуса. Они знали, что только недавно произошло чудо воскресения Лазаря из мертвых. И поэтому, когда они взирали на него, они думали, вот, это тот царь, который обещан в пророках, он восстановит царство Израиля, он сядет на троне, он освободит их от налогов и даст процветание и мир. Поэтому все глаза были устремлены на него именно с такой надеждой. Здесь также говорится, что Иисус Христос въехал на осле. Он не въехал на коне, как победитель с мечом в руках. Написано, как кроткий на осле въехал. Это было пророчество, исполнение пророчеств, которые так и говорили, что царь Израиля въедет на осле. И знаете, это была прямая заява перед всеми. Это было заявление, что Он есть Мессия. Это уже был не намек. Это было заявление перед всеми, что Он есть долгожданный Мессия. И этим событием началась последняя неделя жизни Господа Иисуса Христа на земле. Начался обратный отсчет. Через пять дней Он будет распят. Дорогие братья и сестры, я хочу, чтобы мы могли сегодня научиться из этой истории взять для себя некоторые уроки. Первый урок очень важный. Иисус – Царь Сердца. Иисус – Царь Сердца. На Него смотрели, как на Царя, но не разглядели, что именно Он вкладывал в то, что Он Царь. И я хочу, чтобы мы могли сейчас посмотреть на три очень важных места из Библии, которые объясняют нам, какой Иисус Царь и какое Его Царство. Первое – это написано Иоанна 18, глава 36 стих. Когда Иисус Христос стоял перед Пилатом, Он провозгласил эти слова. Иисус отвечал Пилату, Он говорит эти слова. Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались, то есть вступились бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям. Но ныне Царство Мое не отсюда. То есть Иисус заявляет, что Он Царь, но Его Царство особенное, оно не земное. В Луки 17, глава 20-21 стих говорится. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, Он отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо Царство Божие внутри вас есть. То есть Божье Царство есть внутри человека. И последнее место-то Римлянам 14, глава 17 стих говорит. «Ибо Царство Божие не пища и питье». А что, братья и сестры, есть Царство Божие? Здесь написано «праведность, мир и радость во Святом Духе». Вот что Господь сказал о себе. Да, я Царь, но Мое Царство неземное. Человеческое сердце – вот то место, где хочет править Иисус Христос, где Он хочет быть Царем. И если в Моем сердце Иисус есть Царь, то там и будет Его Царство – праведность, мир и радость в Духе Святом. Я скажу вам так, дорогая Церковь, это очень правильная последовательность. Праведность, мир и радость. То есть, другими словами, если человек будет поступать праведно, то и в его сердце будет мир и радость. А что такое праведно? Слово «праведник» буквально обозначает «человек, живущий по закону Божьему». То есть, если человек будет стараться жить по Божьему закону, то в его сердце будет мир и радость. Я вам хочу сейчас привести пример. Знаете, в моей жизни было потом очень много таких примеров. Но это первый и самый яркий. Вот как действует этот принцип? Ты поступаешь праведно, то есть правильно перед Богом, а в результате получаешь мир и радость. Это было в самом начале моей христианской жизни, я только начинала следовать за Богом. Я тогда еще не принимала водного крещения, но я уже покаялась. Я работала барменом в баре. И знаете, я посещала церковь и работала в баре. Я скажу вам так. Итак, каждый раз, возвращаясь туда, я каждый раз подвергалась вновь и вновь этому искушению. Какое было искушение? Врать. То есть, вся система, где я работала, она была построена на том, что ты должен был врать. И мне приходилось все время врать, врать, врать. Я приходила в церковь, я каялась. Потом я уходила в бар и делала то, что я там делала. Я выходила опять на покаяние, каялась. Я думаю, что тогда уже люди смотрели на меня, подумали, какая-то странная. Каждый раз, когда вызывают на покаяние, она стоит здесь на покаянии. Но я возвращалась в место, где было постоянное искушение. И я чувствовала, что мое сердце вновь запачкано. Оно не чисто перед Богом. И вот я приняла решение, я так больше не могу, так невозможно. Раздваиваться всю жизнь невозможно. Нужно что-то выбрать. И я решила, что я выберу Бога и я выберу церковь. Знаете, для меня это было нелегкое решение. Потому что это был единственный мой заработок. Я получала довольно большие деньги за свою работу. Но я приняла решение, я хочу правильно жить перед Богом. И вот мне, я заявила перед этим начальницей, мне осталось проработать смену. Это было два дня и две ночи. Я приняла решение, я не буду врать в это время. Я постараюсь, я буду просить у Бога помощи. Я хочу эти последние мои два дня и две ночи провести правильно. И знаете, два дня прошло еще так, более или менее, рядом просто были люди. А вот две ночи, я вам сейчас расскажу мою борьбу. Вот я помню, это стоит перед глазами, хотя это было 25 лет назад. Все спят ночь. То есть персонал весь, пока нет клиентов, они там где-то прилегли, заснули. Стою я одна, я старшей смены. И знаете, смотрю, у нас такое было под стойкой, такое место, где складывались деньги. Их там лежит целая куча. Некоторые пробивались по кассе, но большинство лежит вот в этой куче. И куча, куча, куча купер. И я всегда брала оттуда, каждую смену. Почему? Это были чаевые, которые я заработала. Я считала, что я имею на это право. Но я не имела на это право. И вот я помню, как, знаете, голос такой внутри меня, голос, реальный голос звучит. Тебе что, помешают 300 долларов? И знаете, и рука, и рука так тянется, уже взял эти 300 долларов. И вдруг другой голос в голове. Ну ты же мне обещала. Раз, оставил, оставил это, стоишь. Опять, уже вроде успокоился, опять голос. Но ты же увольняешься. Как ты будешь жить? У тебя что есть, работа другая. Ты же должна будешь на что-то жить. Вот возьми, у тебя есть этот шанс взять, чтобы потом как-то прожить, пока ты найдешь новую работу. Опять рука взяла деньги. Потом опять голос внутри. Ну ты же мне обещала. Раз, бросил эти деньги. Потом опять голос. Но это же последний раз. Ты больше этого делать никогда не будешь. Это последний раз. Рука опять взяла. Опять внутри голос. Ну ты же мне обещала. Ты обещала, что будешь верно идти за мною. И раз ты оставил это. Братья и сестры, я скажу вам. Эти две ночи у меня пот тек по спине. Холодный пот. Я вам скажу, это страшная была борьба. Борьба поступить так, как мне выгодно. Или борьба поступить так, как хочет Бог. И я вам скажу, братья и сестры, с Божьей помощью, я не взяла ничего, что я могла бы взять. И я вот вам свидетель. Когда закончились эти два дня и две ночи, я уволилась. Я выходила с этого бара. И мне казалось, что я великан. Мне казалось, что я иду, а подо мной проламывается асфальт. Вот такой я себя чувствовала. У меня был мир и радость внутри. Мне распирало все внутри. Казалось бы, ты материально потерял. Ты мог бы себя обогатить чем-то. Но ты поступил праведно, как Бог говорит. И внутри был мир и радость. И вот это такое яркое впечатление у меня осталось на всю жизнь. Когда ты поступаешь праведно перед Богом, твое сердце наполняется миром и радостью. Это реально действует. Я скажу тебе, дорогой Бог, дорогой друг, добрую весть скажу тебе. Иисус Христос сейчас не просто находится рядом с нами. Он находится внутри нас. И это намного сильнее. Иисус Христос внутри нас находится, чтобы направлять, чтобы говорить своим голосом, как поступать правильно, что нужно делать и что не нужно делать. Во благо нам. И Он нам дает силу поступить правильно. Это не своей силой и волей мы правильно поступаем. Но когда мы принимаем решение довериться Богу, Он дает нам силу. И поэтому, друг, возможно, ты сегодня пришел в первый раз, возможно, ты только начинаешь идти за Богом. И ты борешься. Я скажу тебе, друг, не всегда, если мы не понимаем правильно, что значит хорошо, у нас есть силы поступить правильно. Бывает такое, что мы обещаем себе, что мы будем жить так и так, но у нас не хватает силы. Но Иисус Христос, Он дает нам силу поступать правильно. Аминь, братья и сестры. Не нашу силу, но Божью. У нас один брат недавно рассказал эту историю. Он говорит, что недавно рылся в гараже и нашел расписку. Я в этой расписке обещание давал своей жене, что я брошу пить. Потому что видел, что моя семья распадается. И я даю обещание, я брошу пить. Но знаете, что он говорит, я не бросил пить после этой расписки. У меня не было силы бросить пить. Хотя я видел, что все идет на смарку, все пропадает, все. Но знаете, что, братья и сестры, когда он показался, обратился к Богу, Бог дал ему силы жить праведной жизнью. Поэтому я скажу тебе, дорогой друг, сегодня от нас Бог не требует, чтобы мы взяли себя в пучок и свою силу воли поступали правильно. Он хочет, чтобы мы могли Ему довериться. И поэтому, если Иисус Христос есть сар в твоего сердца, ты открыл Ему сердце, знай, Бог хочет, чтобы в Нем была праведность, мир и радость. Он не просто будет рядом, Он внутри тебя будет. Он будет подсказывать тебе, направлять тебя. Это будет голос, который будет говорить, как поступать правильно. И Он даст тебе на это силу. Поэтому открой сердце, пусть Иисус станет Его царем. Слава Ему за все. Братья и сестры, второе, о чем я хочу сказать, глядя на эту историю, вы со мной согласитесь. Знаете, чему учит нас эта история? Первое, что Иисус есть царь сердца. Не просто царь Израиля, Он царь сердца. Второе, это как люди переменчивы. Братья и сестры, люди переменчивы. Люди переменчивы. Они кричали Иисусу, Ассана. Почему? Они смотрели на Него, у них были определенные ожидания. А когда Он не оправдал их ожиданий, они кричали Ему распять. Духовные руководители, первосвященники, они подговорили людей, и они изменили свое мнение. Они смотрели на Иисуса Христа, когда Его схватили, они думали, ну все, это был крах, Он не тот, за кого себя выдавал. И они кричали Ему распять. Братья и сестры, но они же не знали, что Бог приготовил. Они же не знали, что Бог приготовил. Они смотрели на все физическими глазами. Так и я хочу сказать тебе, дорогой друг, если ты еще чего-то ждешь от Бога, а не получил, никогда не поменяй свое мнение о Боге. Никогда. Знай, если Он чего-то тебе не дал сейчас, как ты просишь, это не значит, что Он не тот, за кого себя выдавал. Значит, Он приготовил для тебя лучший путь, у Него есть лучший ответ для тебя. Вот и все. Ты просто этого сейчас еще не знаешь, но у Бога это есть. Когда я обратилась к Господу, просила спасения моего мужа, я скажу вам так, братья и сестры, после того, как я уволилась с работы, я думала, что Бог скажет, ну просто вау, какая жертва, какая молодец. Я думала, что Он мне ответит буквально через неделю. Но знаете что, я молилась не один год за спасение моего мужа. И было очень часто, когда я стояла перед Богом и говорила, Бог, скажи тебе что, жалко мне ответить? Я же не прошу тебя мешок с деньгами. Я же прошу тебя, спаси моего мужа. Я очень часто плакала, говорила, Бог, почему ты мне не отвечаешь? Тебе что, жалко? Братья и сестры, я же тогда не знала, я не знала, что Бог приготовил для меня нечто лучшее. А знаете, что Бог приготовил для меня? Как часто мы думаем, что мы станем счастливыми, когда все внешне поменяется? Но мы станем счастливыми, когда поменяются наши сердца. Дорогой друг, мы станем счастливыми, когда поменяются наши сердца. Ведь намного важнее не то, что происходит вокруг нас, а что происходит внутри нас. И знаете, что произошло со мною? Я помню то место, где я стояла, когда я сказала, Бог, даже если ты мне никогда не ответишь, даже если я не получу того, что я прошу, я хочу, чтобы ты знал, Бог, я люблю тебя, и я буду следовать за тобой до конца моих дней. Я люблю тебя, ты важен для меня. Знаете, что лучшее произошло в моей жизни? Бог прилепил меня к себе. А потом он, как бонус, дал мне спасение моего мужа. Да, я три с половиной года за него молилась, Бог дал ему спасение, но он сделал в моей жизни нечто большее. Он прилепил меня к себе. Поэтому, дорогой друг, никогда не скажи, Бог мне не ответил. Нет, Бог знает лучшее время, Бог знает лучший ответ для меня. Поэтому никогда не поменяй своего мнения о Господе Иисусе Христе. И второе, что очень важно именно в этом, люди переменчивы. Еще один очень важный момент. Братья и сестры, как часто мы страдаем из-за того, что думают о нас люди, как они переменчивы бывают. Бывает, мы страдаем из-за этого. Вот сегодня меня любили, а завтра уже нет. Вот сегодня они относились ко мне хорошо, что-то изменилось. И мы страдаем от того, что скажут люди, как посмотрят на нас люди. Мы страдаем из-за переменчивости людей. Такое бывает в нашей жизни. А что же делать, чтобы не страдать из-за этого? Что делать, чтобы всегда быть таким, как наш Господь Иисус? Братья и сестры, ведь Господь Иисус, когда люди кричали Ему «Асана», Он не слишком принимал это близко к сердцу. Он знал, что через пять дней будет распять. Он был к этому готов. Он не разочаровался, когда люди от Него отвернулись. А почему, скажите, почему Он не разочаровался? Потому что, братья и сестры, нам нужно укореняться не в том, что люди скажут о нас, а в том, что думает о нас Бог. Аминь, братья и сестры? Когда мы будем твердо убеждены и уверены в том, что Бог думает о нас, тогда мы окажемся непоколебимыми перед лицом каких-то обстоятельств, которые нам не понравятся. Очень важно укореняться именно в этом, что Бог думает обо мне. Вы помните историю с Иовом. Пока он был богат, у него все было, было много людей, они восхищались им, они уважали его, когда он все потерял. Все люди и родственники, в том числе и друзья, оставили его. Потом Бог вернул ему богатство, славу, они опять пришли к нему. Это люди. Они всегда такими были, всегда такими будут. Они сегодня с тобой, а завтра вдруг о тебе забыли. Так было и так будет. Они могут предавать. Они могут тебя сломать, попытаться. Они могут это сделать. Но Бог не такой. Бог не такой. Он будет любить тебя, когда ты будешь сильным. И Он будет любить тебя, когда ты будешь слабым. Когда ты будешь старым, Он все равно будет с тобой носить тебя на руках. Он именно такой. Вот такой наш Бог. Поэтому как важно укореняться в Нем, утверждаться в Господе. Я сейчас хочу поделиться с вами откровением, которое Бог дал мне этим летом, когда я, знаете, был отпуск, и у нас был карантин. И я весь отпуск провела на даче, потому что нельзя было никуда поехать. И вот я была там две недели одна. Потом уже присоединился муж, родственники, а вот две недели я пробыла там одна. И я скажу вам, братья и сестры, что эти две недели у меня было много времени читать Слово Божие. У меня было много времени молиться. И я делала это очень не спеша. Я начала опять читать с Евангелия постепенно, Матфея, Марка, Луки, Иоанна и Деяния. Вот эти пять книг. И я вникала, я пребывала в этом, я размышляла над этим. Знаете, я смотрела на это. Я просто в этом пребывала не быстро, а долго. И знаете, в один прекрасный момент Бог сказал мне. Он сказал мне что-то очень важное. Я хочу, чтобы вы сейчас это услышали. Что-то очень важное. Бог сказал мне, ты думаешь, что ничего не происходит? Потому что я не чувствовала, что что-то происходит. Я не ощущала никаких перемен в себе. Но Бог сказал мне, происходит что-то очень важное. «Сейчас укрепляется фундамент твоей жизни». «Сейчас укрепляется фундамент твоей жизни». И знаете, что я поняла, братья и сестры? Фундамент — это такая часть здания, которая никому не видна. Им и этим фундаментом никто не восхищается. Восхищаются зданиями, а фундаментом никто никогда не восхищается, его не видно. Но на нем стоит все здание. Оно держит все здание. Вот точно так же и наше отношение с Богом Это фундамент И на нем стоит все здание нашей жизни Если фундамент будет крепким То какие бы ни подули ветры, бури Этот дом устоит Дорогой друг, самое главное в нашей жизни Самый главный фундамент в нашей жизни Это отношение с Богом Они не видны, когда мы молимся Когда мы читаем Божье Слово, размышляем Это никому не видно, только мне и Господу И казалось бы, я не чувствую Каких-то глубоких перемен, таких мгновенных Но знай, происходит что-то очень важное Ты укрепляешь фундамент своей жизни А на нем стоит все здание твоей жизни Оно будет крепким Оно вынесет все нагрузки Оно вынесет все давление И чем больше зданий, тем должен быть крепче фундамент Подует ветер, дом устоит Поэтому укрепляй фундамент своей жизни Укрепляйся в Боге Утверждайся в нем Укореняйся в нем Музыкант, пройдите, пожалуйста Дорогие братья и сестры Я хочу сказать вам Люди переменчивы Но знаете, в чем благая весть? Наш Господь Иисус Христос неизменен Это третье, о чем я хочу, чтобы мы могли научиться с этой историей Люди переменчивы Но Господь Иисус Христос неизменный Он никогда не поменяется Смотрите, что написано в Матфея 21.14 Это было в день, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим И приступили к Нему храмы и слепые И Он исцелил их Приступили к Нему в храме храмы и слепые И Он исцелил их Дорогие братья и сестры Я хочу, чтобы вы что-то поняли Атмосферу, которая тогда царила Вокруг Да, кто-то восхищался Иисусом А были рядом те люди, которые Его просто ненавидели Они хотели заткнуть Ему рот Они предъявляли Ему претензии Как ты можешь? Вокруг тебя, смотри, кричат дети И знаете, вокруг всего этого Это было снаружи, а внутри Ведь Иисус знал, что через пять дней Его распнут Скажите, что было бы с нашей жизнью, с нашими мыслями Если бы мы знали, что через пять дней нас распнут? Слава Богу, что мы не знаем наперед Если бы мы знали все наперед, мы бы раньше умерли, чем положено Поверьте Такие бы напали на нас нервы, переживания Чтобы мы не дожили до того дня, когда Господь нам назначил Но Иисус все знал Он знал, что через пять дней Его схватят Его будут бить, оплюют Разодрут Ему спину Взвалят на нее крест Будут Его распинать Он все знал об этих мучениях и страданиях Ему было и больно, и страшно смотреть вперед Но вокруг Него были люди, которые нуждались И знаете, что, братья и сестры? И Иисус Христос исцелил их Самому больно, самому страшно, но Он видит боль и страх других людей И Он исцеляет А знаете почему? Он не может быть другой, Он такой Он таким был, есть и всегда таким будет Он не был зациклен на себе, на своих переживаниях Он видел боль людей Он точно так же сегодня видит твою боль и переживания И Он неизменный Вчера, сегодня, во веки тот же самый Приступили к Нему немощные люди Он любит их, Он исцелил Даже на Голговском кресте Как Ему трудно было, как Ему больно было Он заботится о своей маме, пристраивает ее Он спасает разбойника Почему? Знаете почему? Наш Господь Иисус неизменный Он всегда спаситель, целитель, избавитель Всегда такой и никогда не поменяется Поэтому ты можешь на Него всегда рассчитывать, дорогой друг Ты можешь на Него уповать Я хочу сделать выводы И мы будем приходить к молитве Дорогой друг, будем помнить, что наш Господь Иисус Это Царь сердца Чего сердца? Нашего сердца Он Царь сердца Не просто Царь страны Он Царь сердца И Его Царство праведность, мир и радость в Духе Святом Давайте будем помнить, что Он люди переменчивы И поэтому будем укореняться в Иисусе И будем помнить, что Он неизменный Поэтому, если ты еще не получил ответ на свою нужду Не говори, Иисус меня не видит, Господь меня не слышит Он не тот, кто Он есть, дорогой друг Он тот, кто Он есть Он приготовил для тебя лучший путь Он приготовил для тебя лучшее время И я хочу сейчас сказать слово к определенному человеку Это слово от Бога, прислушайся к нему Не бойся покориться Богу От Бога это слово Не бойся покориться Богу Это не то господство, которое принесет тебе горе В результате будет мир и радость Даже если тебе придется что-то потерять Даже если это будет чего-то стоит Покорись Господа Давайте мы сейчас поднимемся Братья и сестры Давайте мы сейчас Прославим Господа Иисуса Христа Как царя сердца Дорогой друг, прославь Его Как царя твоего сердца А если Он еще не является царем твоего сердца Скажи, Боже, стань царем моего сердца Царь это тот, который правит Царь это тот, которого ты будешь слушаться Царь это тот, который имеет право тебя подкорректировать Сказать тебе Он имеет право управлять твоей жизнью Если еще не так, скажи, Боже, стань царем моего сердца Но если это так Прослав Господа Иисуса как царя Тогда люди не знали, кто Он Но мы сегодня знаем, кто Иисус Христос Мы знаем, что Он спаситель Мы знаем, что Он избавитель Давайте мы сегодня от всего сердца Церковь прославим нашего царя Нашего Бога Он достоин этой славы Дорогой Господь Иисус Христос Мы сегодня возносим тебе славу Боже, мы от всего сердца благодарим тебя За то, что ты пришел на эту землю В образе человека И ты не просто стал царем земным Ты царь нашего сердца А там, где ты, там твое царство Праведность, мир и радость в Духе Святом И пусть сегодня твое царство Обновится в наших сердцах Пусть придет праведность Пусть придет мир Пусть придет радость, Господь Пусть уйдет уныние Пусть уйдет страх, Господь Пусть все это уйдет, Господь, во имя Иисуса Христа Наполни нас силой Духа Твоего Святого Господь, мы открываем свое сердце Господь, каждый уголочек сердца, чтобы ничего от Тебя не прятать. Господь мой, Ты живи в сердце. Ты, Господь, управляй сердцем. Ты, Господь мой, ибо Ты достоин славы. Господь Иисус Христос, Царь и Бог, мы знаем, что Ты неизменный. Мы знаем, Господь, что Ты пришел на эту землю. Господь, и когда Тебе было больно и плохо, Ты все равно думал о людях, потому что Ты не меняешься. Ты вчера, сегодня и во веки тот же самый. И поэтому мы сегодня приносим Тебе наши нужды. Наши переживания, как те слепые, как те хромые, которые обступили Тебя, как царя. А Ты смотрел на них и видел их боль. И Ты исцелил их. Господь, пусть сейчас придет исцеление для тела, исцеление для души, исцеление для семьи, исцеление для бизнеса. Господь, исцеление разума. Пусть сейчас придет, Господь. Наложи пластырь в наше сердце. Исцели раны сердечные. А мы Тебя прославляем, Господь. Мы хотим быть послушными Тебе. Мы хотим следовать за Тобою до конца дней. Тебе за все слава, единому Богу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь да благословит Господь каждого из вас. Я также хочу совершить молитву за тех людей. Возможно, вы сегодня пришли к нам в первый раз. А возможно, вы не раз в церкви, но вы еще никогда не решались произнести молитву покаяния. А может быть, вы были с Богом, но отступили. Дорогой друг, сегодня возвратись к Богу. Он любит тебя. Он на эту землю пришел ради тебя. Он хочет быть царем твоего сердца. Не бойся открыть Ему сердце. Не бойся сказать Ему «да». Не бойся сказать Ему «Иисус, вот я». Он не ворвется в твое сердце насильно. Но Он стучит. Он хочет простить тебя. Он хочет принять тебя. Он хочет назвать тебя сыном и дочкой. Если вы такие есть, я прошу, пожалуйста, на своих местах. Поднимите руку, я за вас свершу молитву. Поднимите руку, я свершу за вас молитву. Я вижу вас, слава Иисусу Христу. Давайте мы вместе свершим эту молитву искренне от всего сердца. Господь Отец, я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа. Прости мне мои грехи. Иисус, войди в мое сердце, как Господь и Спаситель. Живи во мне. Я доверяю тебе мою жизнь. И благодарю тебя, что ты принял меня во имя Иисуса. Аминь. Дорогие, это аплодисменты для вас. И я прошу вас, пожалуйста, после служения не уходите домой. Здесь наши служители будут спереди около сцены ждать вас, чтобы познакомиться с вами, вручить вам подарки, помолиться за вас. Да благословит вас Господь.